Всем привет и добро пожаловать на мой канал! И я сама не ожидала от себя такого, но наконец-таки меня можно поздравить с возвращением на канал. Мой двухмесячный перерыв затянулся аж на два месяца, но ничего страшного, мы наверстаем упущенное время. Как вы можете понять по заднему виду, сейчас мы находимся в аэропорту. Какие у вас первые мысли, куда мы можем полететь? Мы так долго ждали этого и сейчас мы летим в Корею, прямо навстречу коронавирусу. Всем новостным площадкам говорили, что с 1 марта, а сегодня, между прочим, 29 февраля, прекращается транспортировка людей в Корею. В общем, самолеты летать не будут. Не знаю, насколько это правдивая информация, потому что она есть. Но на данный момент билеты все равно продаются и неизвестно, то ли с 1 марта просто все закроется и будут возвращаться деньги пассажирам, которые купили эти билеты, то ли, ну, как бы немного сдвинется, не знаю. Но факт тот, что по достоверной информации мы сейчас летим на последнем рейсе в Корею из Москвы. Звучит как-то немного грустно. Мы летим на последнем рейсе Korean Air. Аэрофлоты и, наверное, какие-то другие компании с пересадками, они смогут летать. И если вы помните, то в последнем своем влоге, когда мы летали из Москвы в Корею, я говорила, что аэрофлот мне не понравился. Вообще, в связи с последними новостями про аэрофлот, мне как-то не хотелось лететь. Поэтому мы взяли прямой рейс Korean Air и полетим на нем. Надеюсь, с большим комфортом. Как вы все знаете, я очень долго держала в секрете одно дело. Почему вообще нас так долго не было на ютубе, и меня, и Косте. Наконец-таки я готова рассказать эту информацию и более подробно. Об этом будет отдельное видео. Но на данный момент хочу сказать, что да, я получила визу в Корею. Мы переезжаем в Корею. Временно переезжаем. Не могу сказать, что это ПМЖ, потому что мне дали визу на определенный срок. Но это такая виза, которую можно будет с легкостью продлевать. Поэтому, если нам, грубо говоря, все понравится, то почему бы нет, посмотрим, как жилье в Корее, житье в Корее. Я, на самом деле, с такой легкостью сказала про коронавирус, мы этого не боимся, и все легко и просто. Нет, конечно же, страх большой присутствует, потому что новостные, опять же, все кавланки пестрят только об этом. Я не настолько смелая, чтобы прям-таки обходить это стороной. Тем более, вчера, например, я проснулась ночью и три часа не спала, потому что залезла на какой-то дебильный форум. Я больше верю статистике и не верю всем вот этим вот байкам, но все равно присутствует небольшой страх. Я думаю, что мы не будем там так сильно активничать, например, выходить куда-то, проводить очень много времени в общественных местах, соблюдать гигиену. Да, я думаю, что на самом деле все будет нормально, но я буду вас держать в курсе событий. Мне говорили, что там особой паники нету, но люди все очень с осторожностью вообще относятся к этой теме. Не знаю, что нас ждет, но надеюсь, что все будет хорошо. А еще, кстати, так получилось, что почти все наши чемоданы находятся сейчас в Корее. И мы изъяли у моих родителей один чемодан, в который запихнули просто невпихуемое. Еще запихнули все в дорожную сумку. С собой мы тоже берем кое-какие вещи в самолет, но это не очень тяжело. Но все равно мы летим довольно-таки длительный срок и хотела взять максимально все нужное. Не знаю, что я там набрала, но, если честно, в последний момент просто закидываю уже все про запас, чтобы, если что, не пожалею, что это не взяла. И я совсем забыла сказать, почему же мы вообще делали для меня визу. Дело все в том, что, да, у нас в Корее существует без виз, но есть одна поправочка. Есть такой пункт, что вы не можете въезжать в Корею более четырех раз в течение двух лет. Это не строгое правило, но если к вам придерутся на паспортном контроле в Корее, то велика вероятность, что вас развернут обратно. Поэтому мы не хотели, чтобы был такой казус, не хотелось пролететь и обратно улететь. Это очень глупо было бы. И, ну, как бы, в принципе, не хотелось бы нарушать закона такого, который есть. Поэтому мы решили, что мы оформим визу. Опять же, небольшой такой таинственности я говорю, потому что, сидя в аэропорту, рассказывая сейчас всю эту историю о том, откуда эта виза, кто нам помогал и все такое прочее, я не хочу. Для этого будет отдельный ролик. Но просто знайте, что если вы собираетесь в Корею въезжать пятый раз в течение двух лет, то у вас могут возникнуть проблемы. Ты соскучился по Корее? Да, очень. У меня было немножко неуютно зимой в России. Мы переместились на более интересные местечки. Сидим прямо напротив самолета, смотрим, как здесь вообще происходит весь процесс. Я уже заметила, как завезли еду. Сейчас какие-то коробки, на которых написано Коронер. Я уже закинулась двумя таблетками Корвалола. Ну, это так, просто для своего успокоения. И как назло пошел снег. Сейчас он более-менее уже прошел. Самое мое нелюбимое и самое тревожное – это взлет и посадка. И буквально взлет 10 минут я прямо в таком максимальном напряжении нахожусь. Я знаю, что спустя некоторое время после взлета я буду совершенно спокойной и все будет хорошо. Но эти 10 минут нужно подождать и просто. Поэтому просто будем ждать. И уже, конечно, поскорее хочется прилететь. Я выложила историю о том, что мы летим в Корею. И некоторые люди начали мне писать о том, что не боитесь ли вы и все такое прочее. Но, как я уже сказала, нет, не боимся. Мы слишком долго это ждали, чтобы откладывать такую долгосрочную поездку, ссылаясь на недостоверные источники или СМИ, которые просто накручивают всех вокруг. Как всегда, когда мы уже взлетели, мне намного спокойнее, когда только вся эта заварушка со взлетом, но просто я могу вернуться и рассказать, что, да, при взлете самый нервяк, но только нам стоит слететь буквально две песни, две песни, которые я слушаю по кругу, и все. И я успокаиваюсь. Я позавтракала очень рано, и мне дико хочется кушать, поэтому я жду, как даже нас уже начнут кормить. Пока что разносят только напитки. Если бы не этот человек, то я бы сейчас уже все съела, потому что я дико хочу кушать, и сейчас покажу, да, и сейчас вам покажу, что принесли. Я даже уже ложку испачкала в мясе. На корейских авиалиниях дают железный прибор. Взяли пипим-пап. К сожалению, он с мясом. Я мясо не очень люблю, поэтому сейчас его переложу к кости. Знаменитый корейский рис. Редиска, походу, сладкая. Сгладнула я слюну. Это вино, это для чая, и это суп. Корейский супчик, который залили, и здесь вот он внутри так выглядит. Ого, как круто выглядит. Выглядит не очень. Я протараторила, потому что я очень хочу есть, и сейчас буду есть. Я везу из России корейскую маску, обычную из США. А в это время Костя очень красиво освещает солнышко. Просто последний час или полтора, может быть, и два, я как-то себя не очень чувствовала, потому что непонятно было, то ли ночь, то ли утро, что вообще происходит. Но мы вылетели, грубо говоря, к солнцу, и все осталось на своем месте. Второй прием пищи, это у нас завтрак, и Костя взял себе что-то? Омлет, сейчас ты его покажешь, делаешь анбоксинг омлета, а я взяла свой любимый чук. О, это что, курица? А, ничего себе, ну такое, немецкий завтрак. А у меня здесь чук, это, видите, написано белая рисовая каша. Это очень вкусно. К нему морковка, что это? Морковка богориски, это тоже фрукты, и это наполнитель для чука. Кстати, этот же наполнитель я использовала для приготовления своих рисовых шариков. Это, кстати, очень вкусный. Вот, я уже добавила эту смесь, сейчас перемешаем. Видите, она такая водянистая каша. Мы приземлились. Сейчас пока самолет выравнивается. Я почти простила сразу. Ну вот, мы прошли паспортный контроль. У меня в итоге вообще ничего не спросили, просто поставили штамп на моей визе. Ну, как вы заметили, мы уже в масках, и здесь все в масках. Я не вижу ни одного человека без них. Хотя, по-моему, вон там парень. Но, в общем, так необычно, совсем не видно мои эмоции, которые я выражаю. Где мы, значит, с Костей ждем, пока за нами приедут? И что он, что я взяли кофе. Наконец-таки почувствовали себя в Корее, потому что Корея это кофе. Это кофе, и кофе, и еще раз кофе. Еще, конечно, безумно соскучились по здешнему персоналу, потому что это просто небо и земля по сравнению с нашими. Сервис? Я бы сказал, соскучились по сервису. Соскучились по сервису. Не именно по персоналу этого аэропорта, а по сервису в Корее. Да, очень приятно всегда. Ты понимаешь, что ты не просто так отдаешь, но ты еще и много получаешь. В общем, нам еще сидеть здесь долго. Ну, где-то, наверное, полчаса, минут 20, и мы уже поедем потом ближе к дому. Ну, что же, нас привезли покушать. Был задан вопрос, что я хочу поесть, о чем я больше всего соскучилась. И сначала я сказала кимчучиге, но потом вспомнила о сундубучиге. И мы пришли кушать супчик корейский. И оказалось, что это место находится прямо с нашим домом. Место, которое именно специализируется. Но таких мест в Корее много. На сундубучиге. Посмотрите, это та самая кошечка. О, здоровый кошак. Ну, что ж, мы заселились, и сейчас только 3 часа дня, и настал тот момент, когда начинает рубить, к сожалению. Так как здесь плюс 6 часов, вы уже знаете, то нужно выделить несколько дней, желательно. Но не всегда есть такая возможность, чтобы привыкнуть к этому режиму. Но первый день, он всегда очень сложный, поэтому, как я уже сказала, уже пол четвертого блага. Мы сейчас соберемся с Костей, пойдем в магазин, купим по мелочевке какой-то домой продуктов. И на сегодня это все те дела, которые мы сделаем, потому что мы устали, и перенапрягаться, наверное, лишний раз лучше не стоит. Мы в итоге взяли. Это сунде, бананы, морковка, тофу, молоко, а здесь сосиски для завтрака, Костя и яйца. У меня от шапки остался след. На самом деле еще взяли 6 бутылок воды, и на этом все. Я просто дико сонная. Классный день такой. У нас это просто 48 часов. В общем, думаю, что на этом видео будет заканчиваться, ибо я уже объяснила причину всего этого. Это получилось, что у нас чуть ли не 2 утра. Поэтому увидимся с вами на следующем влоге. Пока!